Здравствуйте! Приветствую вас на программе Весенний Детокс. И это наш первый урок питания во время детокса. Первая часть. Давайте с вами познакомимся. Меня зовут Елена Левицкая, ведущая и автор этой программы. Я специалист по здоровой аюрведической кулинарии, консультант школы здорового питания Академии Аюрведы. Это онлайн проект, который существует уже более 10 лет. Автор более 40 тренингов и онлайн программ. Я ведущий астролог, короматерапевт, консультант по новогерманской медицине. И недавно я стала мамой во второй раз в 43 года. Выносила легко ребенка, родила легко и родила здорового малыша с высокими значениями по шкале Абгар. И два с половиной года я кормила его грудью еще. Недавно мы закончили это грудное скормление. Считаю, что это очень важно отметить, то, что питание по аюрведе, практики аюрведические, здоровый образ жизни помогли мне в этом возрасте легко пройти через беременность, роды, грудное скармливание и сохранить при этом здоровье. И самое главное, родить здорового малыша. Сегодня это очень важно, потому что многие мамы собираются становиться мамами в более позднем возрасте, чем раньше это было. И очень ценно, когда у нас есть такие знания, практики, когда у нас есть такой ресурс, чтобы поддерживать свое здоровье, свою гормональную систему и становиться мамами в более позднем возрасте, чем не в 20, не в 30, а в 40 лет и старше. И за это я очень благодарна аюрведе и своим учителям, которые мне дали эти знания, которые передали эти знания. Я хочу вам сейчас рассказать немножко о том, что у нас будет в наших уроках на этой программе и рассказать очень коротко об аюрведе, почему наши детоксы основаны на этой программе. Детоксы я провожу уже более 7 лет. Прошли более 3000 человек. На наших детоксах, которые бывают весенние, длинные самые во время Великого Поста, зимний короткий, летний короткий и 21-дневный осенний детокс, очень легко быстро прийти в форму, потерять вес минимум 3 килограмма, если так легко соблюдать, не слишком строго соблюдать правила. И самый хороший результат у нас был минус 10 килограмм на 40-дневном весеннем детоксе. При этом у вас будет хороший внешний цветущий здоровый вид, будет хорошо выглядеть кожа, ничего не отвиснет, и вы будете прекрасно себя чувствовать, ваш иммунитет не пострадает, а наоборот, вы почувствуете себя более молодым, более здоровым. И в этом ценности аюрведы, то, что она дает нам эти знания. Но также в наших детоксах мы соединяем это со знаниями современных наук, функциональной медицины, диетологии, и адаптируем, самое главное, что мы адаптируем питание под русских людей, из-за того, что аюрведа в основном дает нам индийские рецепты, и в основном она науках считается традиционной индийской древней системой островления. Но мы соединили это, и очень мастерски мы соединили это с великим православным постом, потому что как раз то, что касается великого поста и весеннего детокса, здесь есть такой момент, то, что люди часто ориентируются очень строго на требования великого поста. В этих требованиях часто содержится в меню великого поста именно такой тип питания, который больше подходит той же самой средиземноморской диете, климату более мягкому, потому что, если мы вспомним, все вот эти требования поста, они пришли как раз оттуда, то есть в Средиземноморье, и как раз там в это время, во время поста, в март, апрель, уже есть, что покушать, уже светит солнце, а у нас как раз в России еще холодно, кушать еще особо нечего, ничего еще не растет, и вот здесь мы добавляем в питание как раз такие наши местные суперфуды, и используем такие технологии приготовления, о которых я буду вам рассказывать в первом, втором, третьем уроке, которые позволяют хорошо себя чувствовать во время поста, получать все необходимые белки, жиры, углеводы, микро-макроэлементы, и при этом здоровье будет улучшаться, вы не потеряете, не будете себя чувствовать обделенным, и при этом не будет никаких перекосов в питании. Вот, в этом особенности нашей школы, то, что мы умеем соединять в наших программах все самые лучшие знания, и быть очень гибкими, не ориентироваться только на древние трактаты, адаптировать эти знания под современных людей. Давайте посмотрим кратко, что нас ждет в уроках 1, 2 и 3. Это очень кратко, на самом деле, расскажу вам достаточно большой объем информации, дам очень много интересных фишек, лайфхаков, и интересных таких знаний, которые вам помогут, практичных, полезных знаний, которые помогут вам применить это сразу же на практике. В этом, в первом уроке, мы немножечко изучим основные принципы здорового питания по аюрведе, которые вам понадобятся каждый день, когда вы будете планировать ваше питание, когда вы будете думать, в какое время лучше что покушать, почему бобовые утром не рекомендуются, вечером не рекомендуются, чтобы не наделать никаких ошибок, когда у вас будет несварение или вздутие. Также мы изучаем это для того, чтобы прийти к осознанному питанию. Есть очень много моментов в аюрведе, не связанных конкретно с самой пищей, а связанных, например, с процессом принятия пищи, с учетом ваших индивидуальных особенностей, с учетом климата, сезона, с учетом тех продуктов, на которых вы выросли, например, тех блюд, на которых вы выросли. Ведь не секрет, что мы часто в питании ориентируемся на то, что мы кушали в детстве в нашей семье. Если у нас были котлеты, пельмени, картошка, то в вашем питании, в принципе, оно должно тоже присутствовать. Но у нас есть очень много интересных таких замен, когда мы во время поста заменяем те же пельмени, позы, котлеты на продукты белковые, которые не из мяса. И это не обязательно какие-то покупные соевые фарши, это может быть просто обычные недорогие бобовые, это могут быть начинки, дополнения, включающие в себя растительные белковые продукты, очень доступные для вас, недорогие и очень-очень полезные, которые содержат много клетчатки. К тому же клетчатки сегодня не хватает нашим людям, всем из-за того, что появилось очень много рафинированной пищи. Вы про это знаете. В этом же уроке мы изучим особенности питания во время детокса великого поста, но не до конца. То есть в следующих уроках мы будем еще раскрывать эту тему про важность антиоксидантов, суперфудов и нужно ли добавлять такие витамины важные для вегетарианцев, как витамин D3, B12, нужно ли добавлять железо, нужно ли добавлять кальций, омега, кислоты. То есть я обязательно вам скажу, в каких случаях это нужно добавлять и какие источники этих витаминов, БАДов лучше взять за основу, то есть для того, чтобы они были более-менее натуральные. Или что добавить в питание, да, то есть если у вас уже есть нехватка этих витаминов. Также я вам дам список, базовый список анализов, которые нужно сдать, если вы приходите на вегетарианство, даже если это происходит временно, да, во время Великого поста. Потому что если у вас уже есть многолетняя нехватка какого-то из этих витаминов, минералов, микро-макроэлементов, то у вас будет ухудшение, конечно, самочувствия на вегетарианской диете, особенно если вы еще только учитесь, обучаетесь, и не все технологии приготовления, обработки продуктов знаете. В третьем уроке мы поговорим обязательно о технологиях приготовления блюд на детоксе, как вкусно готовить на пару, как легко приготовить ореховое, растительное молоко. И давайте с вами начнем, не будем терять времени. Немножечко расскажу об аюрведе. Конечно, аюрведом считается сегодня древней индийской системой оздоровления, древней индийской медициной, но нельзя сказать, что это только индийская медицина, потому что даже вот те знания об операциях, медицинских инструментах, которые встречаются в аюрведе, например, в Сушуто-Санхито-Трактате, который датируется 350 годом нашей эры, эти же знания встречаются у Гиппократа. И очень много из аюрведы сохранилось в славянской культуре, в славянской тоже медицине, но здесь это не было записано и не было передано прямо в том виде, как это передано в аюрведе древними индийскими мастерами. Аюрведа опирается на 9 основных трактатах и 3 основных трактата, которые дают нам очень много знаний. Это Чарака-Санхито, в котором рассматривается более 600 лекарственных растений, животных, продуктов, минералов, которые можно использовать для лечения. Очень много там разделов было в Чарак-Санхите. То, что для того времени это было очень, на самом деле, информацией ценной. Много из этого применяется и сегодня в медицине. Лечение ран, противоядия, психические болезни, детские болезни, лекарства от старости, как помочь пожилым и старым людям, и от полового бессилия, то есть как поддержать продуктивную функцию, половые наши гормоны. В Сушрута-Санхите, который датируется уже 350 годом до нашей эры, описано более 300 операций полостных, более 120 хирургических инструментов, многие из которых по сей день используются в медицине, и также очень много лекарственных природных средств, более 600. И Аштанга-Хридая-Санхита, это уже более развернутый такой трактат. Много из этого трактата мы сегодня изучаем как классическую Аюрведу. И считается, что Аюрведа это раздел большой Адхарва-Веды, большой такой индийской философии о жизни. Само знание, само слово Аюрведа возникло из двух слов на санскрите, древнем языке, Аю это жизнь, и Веда это знание, то есть это наука о жизни, наука о продолжительности жизни. И можно считать, что сегодня это действительно очень ценное знание для людей современных, хотя очень много было дополнено, конечно, например, приготовление и подогревание пищи в микроволновке уже сегодняшними современными врачами Аюрведы было рассмотрено как неблагоприятное для здоровья. И многие другие технологии приготовления пищи, о которых мы будем говорить, считаются неполезными. Конечно, их не было в то время, потому что все готовили на огне, и на огне считается, конечно, пища самая целебная, самая полезная. Надо сказать еще, что несколько лет назад, около 10 лет назад, Всемирная организация здравоохранения объявила, что Аюрведа это одна из самых эффективных систем оздоровления нетрадиционных, признала ее достаточно такой серьезной нетрадиционной веткой в медицине, и с тех пор очень сильно Аюрведа начала развиваться, все больше и больше людей. Это слово уже не воспринимают как какое-то странное, непонятное, незнакомое. То есть многие люди сейчас интересуются ведами, интересуются Аюрведой. И не все, конечно, но очень много принципов Аюрведы, Аюрведического питания, Аюрведического здорового жизни мы будем изучать в течение 40 дней на этом весеннем детоксе. Я немножечко скажу, какие важные понятия помогают нам питаться здорово по Аюрведе, но раскрывать мы их будем в процессе нашей программы, в рассылках, в видеоуроках дополнительных. И в течение программы у нас будут еще дополнительные уроки про, например, три типа конституции и пять элементов. Основные пять элементов – пространство или эфир, воздух, огонь, вода и земля. То есть те элементы, которые формируют три типа конституции в Аюрведе – вата, эпита и капха. И очень хорошо, если вы этим интересуетесь и уже знаете, какой у вас тип. Они бывают двойные типы, тройные – вата, пита, пита-вата, пита-вата-капха. Комбинации таких основных около десяти. Но также хорошо, если вы начнете это изучать во время нашего детокса, начнете понимать, хотя бы в какое время сезона, то есть весной, зимой, летом, осенью, какие элементы преобладают, потому что от этого очень сильно зависит питание человека. И человек зависит от такого питания тоже. Например, много сырой пищи увеличивают воздух и эфир у человека. И человек становится более подвижным, более легким. Но и в то же самое время у него может страдать пищеварение, страдать суставы и нервная система. Даже бессонница может появиться, если он будет кушать много сырой, холодной и сухой пищи в очень холодное время, такое, как, например, морозный январь. И это важно, да, то есть понимать, почему зимой, например, мы кушаем теплую пищу, маслянистую, более такую для пищеварения приемлемую, чем сырая грубая клетчатка, которую лучше кушать летом. Тем не менее, даже в течение дня есть время, когда сырая пища переваривается лучше всего, да, и это мы тоже учитывали, создавая наше меню для весеннего детокса. Про это мы будем попозже с вами говорить. У нас будут уроки про вату, питту и капху. Но сейчас не забивайте себе этим голову. Сейчас самое главное для вас понять, как мы готовим пищу в Айурведе, как мы планируем наше меню, что кушать на завтрак, обед, ужин и перекусы. И об этом мы будем говорить в этом уроке обязательно. Три Доши или три типа конституции основных, которые в Айурведе отличают, они более важны, когда вы захотите узнать свои индивидуальные особенности по Айурведе. И когда вы будете изучать урок про три Доши, про три типа конституции, вы также поймете, что, поймете, какая Доша у вас преобладает, и много для себя нового откроете. Шесть вкусов в Айурведе – это тоже очень важное понятие, потому что каждый из вкусов, он влияет на нас, на определенные системы нашего организма. И мы будем с вами изучать тоже в рассылке к этой программе. Урок у нас будет про шесть вкусов, почему именно важно, чтобы они присутствовали, все шесть вкусов в пище, и как влияет каждый из этих вкусов на нас, на наше здоровье, на наш ум, на наше состояние, и даже на теплообмен. Какой-то вкус согревает, какой-то охлаждает. Это очень интересно, интересно это исследовать, наблюдать. Вы по-новому будете смотреть на вашу пищу, и вы превратитесь в такого исследователя, осознанного, который не просто смотрит на пищу, не просто ее пробует, он и изучает, и изучает влияние этой пищи на свой организм. Это такая магия определенная, которая направляет наше внимание внутрь себя и позволяет нам лучше заботиться о себе, о своем здоровье, больше себя принимать такими, какими мы есть, любить себя. То, чего сегодня очень многим людям не хватает из-за того, что ум перегружен гаджетами, из-за того, что мы перегружены работой очень часто, и вот магия вот этого приема пищи, когда 20-30 минут вы находитесь только с самим собой, изучаете себя, вкусы, влияние пищи на вас, это первый шаг к тому, чтобы получить знания о том, как сохранить здоровье, о том, как сохранить и продлить именно молодость вашего тела и жить в гармонии с природой, с миром и с собой. То есть это не просто питание, это целая такая философия, как говорят мои клиенты, Елена, вы меня подсадили на ваши обряды по Айурведе, то есть когда мы пищу благословляем, когда мы в спокойствии кушаем, готовим ее в спокойствии, когда мы изучаем, как пища на нас влияет, наблюдаем. И я очень рада, если я кого-то на это подсадила, потому что действительно, если вы попробуете такое питание и попробуете практики приема пищи, которые мы вам порекомендуем, вы в своей жизни сохраните себе и своим близким, своим детям, потомкам здоровье намного больше, продлите свою жизнь и жизнь своих друзей, друзей, потомков, родственников, если вы будете этим делиться. Но самое главное, что самое главное, что это очень полезные для жизни знания, которые действительно нам сегодня не хватает, потому что нашим родителям и прародителям многим уже эти знания не были переданы. В аюрведе большое внимание уделяется трём видам пищи, трём состояниям, которые они дают. Здесь очень важно подходить к этому без фанатизма. Всё равно, как бы мы ни старались, одной с отличной пищей, то есть пищей, про которую буду рассказывать, третьего типа, которая в основном присутствует во время поста, одной с отличной пищей питаться всё равно мы не сможем, потому что мы живём в социуме, иногда нам приходится где-то перекусывать. Но я вам расскажу про эти три вида пищи, три состояния, потому что это очень важно, для того, чтобы вы понимали, почему мы едим во время поста, великого поста, во время детокса, именно вот такую пищу, то есть какую мы будем предлагать в меню наших рецептов. Аюрведа говорит о том, что есть три состояния, в которых человек бывает. Тамас, Раджас и Саттва. Тамас – это инертность, лень, иногда это такое невежество, тугодумие, иногда это даже вот такое вот, некоторое такое вот состояние ума, когда ничего не хочется, состояние ума, когда человек злится, обижается, то есть закрывается в себе. Раджас состояние – это состояние страсти, когда, наоборот, человек настолько беспокойный, настолько активный, гиперактивный, что ему самому от себя даже плохо может. Это как состояние то ли лежать, то ли бежать. Тысяча дел, за всё хватаюсь, всё валится из рук. Состояние достаточно опасное. Если в первом состоянии Тамаса человек просто не имеет энергии, и он очень в этом плане, он себе по жизни закрывает реализацию, очень много всего не делает, сожалеет, сам себе блокирует, то есть и в этом состоянии человек в основном хочет всё для себя, то есть ему не хочется ничего делать для близких, для других, просто нет сил на это. То во втором состоянии человек, наоборот, может делать лишние движения, очень много, и именно в этом состоянии люди часто попадают в аварии, когда они в момент аварии разговаривали по телефону или что-то ещё делали, общались за рулём, направили своё внимание куда-то ещё. И именно состояние раджеса даёт нам часто такие состояния, что мы заболеваем, потому что организм настолько устает, что ему хочется полежать, он включает болезни, либо мы попадаем неосознанно, куда-то наступаем, что-то делаем и травмируемся, да, в быту или на спорте. Состояние раджеса может быть и опасным для человека, но и в чувствах, в отношениях состояния раджеса, оно даёт часто скандалы, ссоры, то есть здесь энергия у человека есть, но она такая вот немножечко корыстная, ты мне, я тебе, то есть человек предъявляет претензии, человек требует, и человек в состоянии раджеса, когда избыток, да, мы говорим об избытке, потому что в этих всех трёх состояниях на самом деле мы бываем каждый день, я сейчас расскажу, но когда в избытке и немножечко перебор, да, то есть человек сам от этого страдает, потому что у него очень сильно много мыслей, он не может медитировать, он не может успокоиться, часто в этом состоянии люди, вот дети, да, когда они наедятся шоколады, сладости, пьются газировки, они не могут сидеть на месте, они не могут учиться, не могут сосредоточиться, и часто мы видим таких людей, которые вот дёргают ногой, не могут стоять на месте, то есть у них руки вот постоянно что-то вот такое делают, хаотичные такие движения, очень быстрые, это всё состояние раджеса. И состояние сатва – это состояние, когда человек спокойный, уравновешенный, весёлый, счастливый, ему легко улыбнуться, он осознанный, то есть он чётко осознаёт, что он делает в этот момент, он чувствует моменты счастья, то есть когда счастье безусловно, счастье всегда безусловно, он умеет радоваться жизни, но в то же самое время он может помочь кому-то и увидеть, что кому-то плохо, потому что он находится в состоянии, когда он в центре себя, то есть он не отвлекается ни на что лишнее, и у него есть энергия в этом состоянии, и о себе заботиться, и о других – это, конечно, то, к чему стоит стремиться. И вот если говорить о пище, состояние тамос нам дают в основном продукты животного происхождения, особенно консервы, особенно колбасы всевозможные, пища старая, которая приготовлена давно, вчера или более шести часов назад, в ней уже начинается разложение, она может давать такое состояние, когда вы ее покушали, и вам сразу хочется спать. Вообще это признак, когда вы съели очень много пищи, состояние тамос, вам почти сразу хочется спать. И с другой стороны, люди, находящиеся в раджесе, они иногда себя успокаивают такой пищей, но, к сожалению, после тамоса всегда начинается раджес. Это две такие вот два состояния, которые взаимодополняют друг друга. И также состояние тамос дает продукты, которые напичканы всевозможными тяжелыми какими-то сочетаниями, продуктами, те же вот, как я сказала, консервы, полуфабрикаты длительного хранения. Ну, то, чего на самом деле очень много в питании сегодня у современного человека. Состояние раджеса дают продукты, которые очень острые, очень соленые, очень кислые. Все, что чересчур. Например, кофе, например, очень горькое кофе, очень кислый какой-то маринованный продукт, очень сладкий торт, дрожжевой хлеб, очень такой как бы сладко-горький шоколад. То есть, чем больше вы этого кушаете, тем больше вы находитесь в состоянии раджес. И также сюда можно отнести пищу сильно соленую, сильно перченую, даже вот растительную, с отличной пищей, если ее сильно переперчить, пересолить, она будет более с таким оттенком раджеса. Ну, многие продукты, многие блюда содержат сразу вот несколько оттенков. Может быть, сочетание раджес-сатва, тамас-сатва. И состояние сатва в основном дают продукты растительного происхождения и свежие, качественные молочные продукты, а также мед, продукты пчеловодства. То есть, все, что в основном создано природой, не добыто с помощью того, что кто-то убит при этом. И состояние сатва также это все свежие продукты, свежеприготовленные пищи, которые не более 6 часов. Это, конечно, все в идеале. Не всегда у нас так получается. Если говорить о том, как проявляются эти состояния в течение дня, то на самом деле, как я вам уже сказала, мы бываем все в этих состояниях хотя бы раз в сутки. Например, когда мы ложимся спать, наступает состояние тамас. В принципе, тамас начинается уже, когда темнеет. Обратите внимание, что все эти состояния в природе присутствуют. Например, когда наступает тамас, обычно все живое засыпает. Есть, правда, ночные хищники, но мы не будем про это говорить, там особая история. А в основном все птицы замолкают, как только начинает темнеть. Насекомые тоже все прячутся в свои домики или замолкают. И цветы закрываются тоже. То есть у них есть такое свойство многих цветов. Они закрываются, засыпают. И по идее человек тоже должен ложиться спать. У нас современный человек может на самом деле долго очень не спать, тусить. И из-за этого тоже у него идет разрыв такой с природой. То есть не совпадение в биоритмах с природой. От этого он тоже теряет здоровье достаточно сильно. И в раджи, в состоянии саттва мы попадаем утром, когда мы просыпаемся. И мы хорошо выспались, рано легли, пораньше встали. Когда мы просыпаемся с восходом солнца, и при этом мы хорошо поспали 7-8 часов, мы практически всегда в состоянии саттва. Мы просыпаемся с улыбкой, счастливые, довольные. И это секрет. То есть если проспать подъем солнца, встать поздно в 10-10 утра, мы уже встаем в состоянии тамос. Таком тяжелом достаточно. То, что мы проспали вспышку этой энергии, которая дает, и радости, которую дает нам солнце. И в соответственном состоянии мы можем пребывать весь день. Но вот есть такой период, когда солнце в зените, когда практически у человека здоровое такое состояние раджес наступает, он становится очень активным. И обычно на это время планируются деловые встречи, пик работы какой-то максимальный. И если посмотреть на природу, то тоже в это время, обычно днем, летом, например, пчелы трудятся, птицы чирикуют. То есть там очень-очень активно все, животные что-то там делают. И в природе тоже в это время идет очень такой мощный процесс, пока солнце высоко, все это происходит. И поэтому тоже спать днем неблагоприятно. Есть только рекомендации в аэрвезе некоторым людям, пожилым, больным и беременным, например, которым можно отдыхать днем. То есть не более полчаса. Вот в этих состояниях мы можем пребывать еще независимо от пищи, в зависимости от того, какое время суток. Но с помощью пищи мы можем регулировать, то есть добавлять себе состояние сатвы, переходить в состояние раджес. Мы так и делаем иногда, но не хватает энергии из-за тамоса. Мы начинаем пить кофе, есть сахар и у нас это происходит. Если же вы находитесь в состоянии сатва, благодаря тому, что вы исключаете в основном большую часть пищи типа тамос, раджес, вы едите свежую растительную пищу, свежеприготовленную, используете многие части растений, корни, корнеплоды, и специи с корней, там имбирь, куркума и соцветия, такие как, например, многие специи соцветия есть, как гвоздика, и, например, есть кардамон, и есть также соцветия, как капуста, там брокколи, это считается соцветием, листовые овощи, фрукты, ягоды, грибы, злаки обязательно, то есть то, что растет над землей, и под землей, и над землей, и все растительное, и в многообразии, когда вы это кушаете, да, то есть, и плюс еще можно не во время поста, да, то есть молочные продукты свежие, продукты пчеловодства, мед, в основном вся эта пища, которую вы едите, если вы правильно ее готовите по сезону, она может давать вам очень приятное состояние, сатвы, благости, когда ваш ум спокоен, вы легко входите в медитацию от такой пищи, то есть вы можете спокойно воспринимать какие-то даже неприятные моменты в жизни, у которых у нас всегда бывает, всегда происходит что-то, да, с современной жизнью, что может вызвать жуткий стресс, но в состоянии сатва человек реагирует на стресс даже по-другому, да, то есть ему легче принять то, что происходит, а значит, ему легче сохранить здоровье, потому что в основном от этих стрессов мы теряем здоровье. Вот почему так важно иногда поститься на растительной пище, и во время Великого поста, 40-дневный пост, он очень благоприятен, особенно весной, да, то есть когда у нас накапливается много слизи, много вот этой энергии, тамоса накапливается зимой, и вот этот растительный пост, он может помочь не только улучшить здоровье и почиститься, но также очень хорошо он помогает нам наладить мир с самим собой, да, то есть на многие вещи посмотреть по-другому, наладить сон, наладить психическое свое здоровье, эмоциональное состояние, и этим, конечно, ценно понимание, да, то есть когда вы понимаете, какого типа продукта вы кушаете. И давайте с вами рассмотрим принципы детокса по Айурвейде. Кстати, я хотела бы дополнить также, да, что согласно исследованиям Отто Варбурга, который он проводил в 1931 году, получил даже за это Нобелевскую премию, наверняка слышали, пиаж-баланс, да, то есть о том, что есть продукты, которые закисляют, есть продукты, которые ощелачивают. Мы подробнее во втором уроке про это поговорим, но в целом важно понимать, что растительные продукты в основном ощелачивают организм, особенно все, что такое, как, например, овощи, листовые овощи, специи, которые созданы, да, из различных частей растений, все практически растительное, да, то есть злаки, оно оказывает влияние такое на организм ощелачивающее. А все, что животное, и в том числе многие молочные продукты, такие, как тот же самый сыр, там, да, твердый, это все закисляет организм. И если вы едите очень много закисляющих продуктов, и у вас становится кислая кровь, в вашем организме очень легко приживаются неболезные, болезнетворные бактерии организма. Когда вы начинаете сменять, менять баланс вашей крови в сторону щелочного, то происходит естественное очищение организма, потому что в щелочной крови, да, у нас многие болезнетворные микроорганизмы не живут, то есть не начинают умирать. И даже смещая вот в питании баланс на более щелочной, без всяких специальных средств, БАДов, таблеток, вы можете хорошо очень почистить организм. Но для этого нужно время. То есть минимум 21 день детокса, такого должен быть на растительной диете. Отлично, максимум и норма, это 40 дней, потому что за это время наша кровь полностью делает полный цикл, да, меняется, и вы можете прекрасно, очень вот, но только одним питанием улучшить ваше здоровье. Итак, основные принципы детокса по аэрведе осознанное питание растительными продуктами. Почему осознанное, да, то есть как прийти к этому осознанному питанию мы будем с вами изучать на программе. Но эти продукты должны были богаты жизненной энергией, праной. Растительные продукты, которые богаты праной, это свежие продукты, которые меньше всего были обработаны от природы до стола человека, да, то есть не заморожены, не переработаны. Ну, кстати, сушеные продукты, которые правильно засушены, как сухофрукты, как сушеные травы, тоже богаты жизненной энергией, то есть сушеные продукты, они считаются ну, один из хороших способов сохранения, да, пользы продуктов, поэтому сейчас такой популярный идет пик, бум, именно покупки всяких сушилок, дегидраторов, да, и сохранения не с помощью варенья и консервов, а с помощью вот пастилы, сушеных фруктов, сушеных овощей, сушеных ягод, сохранения свойств продуктов. И также эти продукты должны быть щадящи, термически обработанными, либо сырыми, да, ну, здесь важно учитывать особенности своего организма, в каком виде их кушать. Также в нашем детоксе важное значение имеет не только качество самих продуктов, но и время, когда вы их кушаете, потому что у них есть лучшее время усвоения, а есть неблагоприятное время, когда они не перевариваются или могут здоровью вредить, ну, по крайней мере, пищеварению, да, вредить. А если у нас что-то плохо переваривается, даже оно полезное, но вы его съели не в то время, если это плохо переваривается, дает брожение, может давать даже головные боли, да, пища, которая у вас плохо переварилась, у вас образуются токсины в желудочно-кишечном тракте, и вот эти токсины, они попадают в кровь и могут вредить именно той системе, тому органу, который у вас слабый на данный момент. Поэтому регулярное употребление пищи, которое дает интоксикацию, оно приводит как раз к заболеваниям какого-то органа или системы. Аэроведа называет эту субстанцию, которая образуется токсичную, ама, да, то есть вот эти отходы, шлаки, которые образуются. И также мы учитываем в нашем детоксе пять элементов природы. Наше меню составлено таким образом, что продукты эти смело можно будет блюда кушать весной во время великого детокса, во время великого поста, прошу прощения, во время нашего весеннего детокса, и поэтому в меню продумано, конечно, да, то, что мы едим утром, вечером, в обед, там уже все за вас продумали и все за вас распределили в течение суток. Обратите на это внимание. Давайте посмотрим, какие еще есть принципы аэроведического питания. как я уже сказала, пища должна подходить по сезону, да, то есть это важно по типу конституции, ну, здесь мы на нашем детоксе только немножко изучим типы конституции, если вы хотите узнать ваш тип конституции, вам нужно пройти консультацию со специалистом по аэроведе, можно пройти какие-то онлайн тесты, но здесь я еще раз предупреждаю, что пока в эту тему сильно глубоко не входите, потому что можете запутаться, если самостоятельно будете свой тип изучать, почему, потому что часто мы приходим от врожденного типа конституции к приобретенному в связи с нашим образом жизни и продуктами, которые мы едим, и зачастую мы поэтому не можем понять, мы вроде одного типа, а по признакам получается, что другое, то есть по всем трем типам конституции у человека могут быть дисбалансы, которые добавились к течении жизни, а бывают двойные, тройные типы, и там, конечно, у человека в связи с климатом, с образом жизни, с возрастом могут меняться, то есть сначала один преобладать, потом другой, и здесь может помочь разобраться вам только специалист, вот, а также пища должна содержать 6 вкусов, хотя бы в обеденный прием вы должны получить все эти 6 вкусов, сладкий, кислый, горький, острый, соленый и вяжущий, и как раз наше блюдо, ну, по крайней мере, наши супы, все практически, и вторые блюда тоже, все практически составлены, с учетом этих 6 вкусов в одном блюде, и поэтому попозже тоже будем в уроке, в рассылке изучать, и на самом деле такая пища, она не просто исцеляет человека, но она, потому что подпитывает все его системы и все необходимые соки в организме, но также такая пища является вкусной, то есть человек, когда ест блюдо, в котором есть 6 вкусов, он быстро насыщается, и у него нет желания пожевать что-то еще, как раз вот это желание пожевать что-то еще после еды говорит о том, что в вашей пище не хватило какого-то вкуса, чаще всего это сладкий вкус, который в аюрведическом питании в нашем именно меню на детоксе этого сладкого вкуса много, потому что мы его достигаем с помощью тех же овощей, круп, и также 6 вкусов можно добавлять с помощью добавок, соусов, такой отдельный у вас тоже есть сборник рецептов, когда вы можете даже простую самую пищу, простую гречку, простые овощи на пару дополнять с помощью соусов другими вкусами. И также важен очень сам процесс принятия пищи важен в аюрведе, где, как, в каком состоянии, какие интервалы между приемом пищи, какой размер порции, насыщение, чувствуете или нет. Если вы, например, съели слишком мало, это тоже будет не очень хорошо влиять на ваше состояние психоэмоциональное, опять же, как если вы съели слишком много тоже, то есть, важно понимать свою норму, свою порцию, и мы научим, как это делать. Счастящие технологии приготовления пищи. На нашем детоксе исключается глубокая жарка, особенно на рафинированных маслах, длительная варка, очень консервирование, заморозки. Но здесь с оговоркой, конечно, то, что в весеннем детоксе мы все равно замороженные ягоды используем, овощи стараемся не использовать. Может быть, только там фасоль зеленую, замороженную, она хорошо хранится. И используем часто мы ягоды, потому что многие ягоды хорошо сохраняются при заморозках. Хотя нельзя переходить на такое питание, где одни заморозки будут, потому что в нем будет мало энергии, мало вот этой праны. Исключается также микроволновая печь, потому что она нарушает природу продукта полностью. Вкус может быть нет, но сам по себе продукт содержит после микроволновой печи мало очень жизненной энергии. И пища должна быть свежая не более 6 часов с момента приготовления. Ну, максимум, если вы приготовили утром и правильно сохранили эту пищу, то вечером вы еще можете поесть, но на следующий день аюрведа не рекомендуют. Но самое интересное, то, что наши блюда вот по нашему меню на следующий день и невкусны. Ну, максимум, может быть, наша привычка это русская борщ или щи, может на следующий день у вас не потерять сильного вкуса. В основном, конечно, мы такую пищу не храним. Стараемся готовить ее в небольших порциях так, чтобы она на один день не хватала. Что мы будем избегать из продуктов во время нашей программы? Вы уже получили список продуктов, но не все сразу его открывают. Я вам очень рекомендую этот список изучить. Список рекомендованных и не рекомендованных продуктов во время детокса. Там написано даже в какое время лучше какие продукты рекомендованы употреблять. Там есть список специй необходимых. Этот список мы даем с самого начала для того, чтобы вы могли сразу подготовиться закупить большую часть продуктов. Конечно, мы во время весеннего детокса, поскольку он проходит во время великого поста, мы исключаем мясо, стараемся исключать молочное. Если вы строго поститесь, вы исключаете также топленое сливочное масло ги. Но если у вас нет такого сильного следования христианскому посту, мы рекомендуем, очень рекомендуем в это время года оставить топленое масло ги. Рецепт у вас есть, как его топить. Это не просто топленое масло, это очищенное топленое масло, потому что масло ги имеет очень много полезных свойств. Я про них вам расскажу. и его желательно оставить в это время года, помогает организму очищаться. Рафинированный продукт, белая мука, белый сахар, растительное масло, рафинированное именно, на котором написано рафинирование, мы строго убираем во время поста и меняем на другие продукты, о которых я расскажу во втором уроке. консервы, колбасы и по возможности мы убираем кофе, какао. У вас, конечно, будет, если вы не привыкли жить без кофе, у вас будет очень сильное желание, это зависимость очень сильная. И на растительных продуктах, когда вы резко убираете мясо, у человека может резко падать давление. Поэтому в таком случае часто очень люди прям тянутся за кофе, чтобы давление повысить. Интересно то, что кофе лишь ненадолго повышает давление, после этого резко давление падает после кружки кофе в течение часа. И поэтому кофе делает сосуды ломкими, то есть нарушает работу сердечно-сосудистой системы. Но вот эта зависимость у человека дает время на такое состояние, когда энергия как будто бы приходит. Мы рекомендуем, конечно, заменить кофе на цикорий, заменить на продукты, на напитки, которые повышают энергию, могут чуть-чуть повысить давление, такие как чай саган-даля, иван-чай, который хорошо очень тонизирует. И также можно применять эфирные масла, про них тоже вам расскажу, которые в пищевые, которые тонизируют и повышают энергию в такие моменты. Но, конечно, кофе, если вы оставите во время детокса, во время Великого Поста, вы не получите хорошего результата на программе, потому, как кофе еще работает так, что нарушает работу пристальтики кишечника. Люди, которые пьют кофе, очень часто испытывают либо запоры, либо диареи, особенно сразу после кружки кофе, и те, и другие, они нарушают работу ЖКТ печени, желчного, и про это могу рассказать отдельно, подробно, как бы, да, по вашему запросу, но только на самом деле прошу вас поверить, то, что исключение кофе на время детокса, на время программы очень благоприятно скажется на вашем организме, главное, выдержать там первые 3-5 дней, когда зависимость очень сильно работает и дает ломку, некоторую, так же, как с сахаром, вот, ну, ломка бывает на этой программе неизбежна, отказ от сахара, отказ от кофе, это наркотики очень мощные, которые мы употребляем каждый день, многие из нас, и когда вы отказываетесь от них, первую неделю вы можете очень плохо себя чувствовать, это надо понимать, что это не потому, что вы не едите мясо, а потому, что вы убрали продукт, который встроен в химические реакции, биохимические ваши, которые вызывают зависимость, и вас просто ломает, ломка в основном проявляется в головных болях и проявляется в плохом самочувствии, вплоть до панических атак, вплоть до плохого настроения, раздражения, но все это очень быстро проходит, главное 2-3 дня с этим переспать и поддерживать себя питьем воды, свежим воздухом, ваннами, с солью можно, да, то есть повышать энергетику, и понимать, для чего вы это делаете, да, то есть ради чего, ну, хотя бы раз это стоит сделать, слезть с сахарной, с кофейной зависимости, хотя бы посмотреть, каким вы можете быть человеком, как у вас меняется настроение, уровень энергии, когда вы без наркотиков живете, вот, крепкий зеленый черный чай мы тоже стараемся исключать, но здесь есть такой момент, если вы очень любите вкус крепкого зеленого черного чая, то просто сливайте первую заварку через 2-3 минуты, заливайте заново, зеленый чай, он только выигрывает при таком повторном заваривании, крепкий, конечно, черный чай у вас не получится, но вкус черного чая вы все равно получите, но вот это первая заварка, да, которую вы сливаете, через 2-3 минуты она как раз будет содержать таин, кофеин, да, которые не нужны нам на детоксе, ну, естественно, мы убираем алкоголь, магазинные соусы и фастфуд, и здесь можно даже не объяснять, да, почему, потому что это не детокс продукты, они содержат много лишнего, и они разрушают пищеварение, где брать белки во время детокса, мы будем про это еще говорить, особенно говорить про то, чем полезны бобовые, и почему их нужно обрабатывать перед приготовлением, замачивать, убирать пену, которая выходит, обо всем об этом мы будем обязательно рассказывать вам, и сейчас я просто перечислю, что о том, что есть белки во время поста в бобовых, в семенах таких, как семечки подсолнечника, семена тыквы, к семенам, там также относятся, вот здесь кино, амарант, как крупы, я написала, на самом деле это тоже семена, кунжут, очень классное семя, мак, это то, что содержит колоссальное количество кальция, то есть это все может добавлять в питание, семя льна также, которая содержит очень хорошие омега-кислоты, омега-3, семя конопли, семя чия, то есть чия, это все равно, что наш лен, то есть немножко повкуснее, немножко заморский, вот, и также хороший очень белковый состав есть у орешков всевозможных, особенно миндаль, обратите внимание, миндаль, фундук, грецкий орех, кешью, да, то есть можно 4 вот эти вида орехов, кедровый орех, это вообще высший класс, потому что это тоже как замена рыбы, там есть омега-3, омега-6, омега-9, пророски, если вы делаете пророски бобовых, пророски пшеницы, пророски семечек подсолнечника, то в таком случае вы активируете эти зерна, эти орешки, и это семя, да, и пророски гречки еще зеленые, очень полезные, там сразу становится в 10-15 раз больше белка, это дополнительный источник энергии, пророски не обязательно кушать сырыми, их можно также готовить с нашими блюдами, с овощами и с супами на пару, и они будут, конечно же, белки все будут сохраняться, и у вас будет лучше они усваиваться, потому что, если вы кушаете пророски с непривычки, по многу у вас немножечко тоже нарушаться будет пищеварение, их вводят очень постепенно в питание. Хорошие белковые источники среди круп есть, как гречка, киноа, амарант, кукурузная крупа, гречка, это вообще номер один на детоксе, зеленая и коричневая, зеленая это не жареная гречка, коричневая это жареная, можно и ту и другую на детоксе употреблять, просто зеленая чуть-чуть полезнее и немножечко с ней надо знать, как работать, она не так быстро варится, ну, есть особенности ее проращивания тоже, она слизь выделяет при проращивании, вот, но гречка очень хороший продукт, потому что он облегчает тело и согревает тело, да, но немножко он подсушивает, то есть тоже одной гречкой питаться не нужно, можно рисом тоже дополнять питание, потому что правильно приготовленный по аюрведе рис и сочетание его с овощами, он достаточно полезен для организма, хорошо чистить желудочно-кишечный тракт, рис особенно не пропаренный, особенно вымоченный, то есть правильно приготовленный, еще раз скажу, он не вреден для организма, особенно на детоксе, но рис немножко охлаждающий продукт, поэтому зимой много риса мы не кушаем, есть, конечно, такие свойства, изменения, способы, прошу прощения, изменения свойств продуктов, когда вы добавляете специи, согревающие к охлаждающему продукту, вы получаете нейтральные действия и это тоже целое искусство. Грибы, грибы полезны на время детокса, те, что на самом деле выращены в лесу, но если вы в них хорошо уверены, что на самом деле в хорошем районе они росли, не возле дороги, не в Чернобыльском районе, вот, грибах, потому что есть витамин D, правда, там немножко другой витамин D, витамин D2, если грибы выросли на солнышке, а не в темноте, там, да, потому что промышленные грибы часто в темноте выращивают, то в них есть витамин D в колоссальном количестве, это хорошо, но про витамины я попозже расскажу. Грибы могут хорошо очень заменить, грибы, тофу, твердый соевый сыр, не который такой, как желе в пачках, а именно твердый соевый сыр, тофу, есть такой, продается, сейтан, мясо из пшеницы, его можно приготовить, либо вот, сейтан, это колбасы, есть такая фирма Kitchen Soul, которая продает колбасы из пшеницы с кокосовым жиром, достаточно похожи они на натуральную колбасу, на мой взгляд, только солью, много и специй, но можно, если очень-очень хочется мяса, во время поста, во время детокса, можно частично заменить, вот это вот, удовлетворить вот этот вкус, пожевав, приготовив грибы, тофу, сейтан, обжарив на гриле, да, то есть без реветинированного масла, тофу или вот этот сейтан, и вы получите хорошую замену мяса, ну, также соевое мясо, многие готовят, гуляши, все, все возможное, но я не сторонник соевого мяса, в моих рецептах соевого мяса нет, потому что это очень своеобразный такой продукт, который имеет привкус, не всем нравится, и человек может просто разочароваться, приготовив такой продукт, и готовить его долго, то есть его нужно вымачивать, его можно, его нужно сильно очень сдабривать специями, чтобы привкус убрать, но если вы умеете и любите готовить соевое мясо, конечно, вы можете это делать на детоксе легко, запрета здесь нет особого, просто мы в нашей школе стараемся более натуральные брать продукты для приготовления. Маслоги, как я уже сказала, продукт не постный, то есть оно топится из сливочного масла, но посмотрите, сколько плюсов дает маслоги, особенно зимой, очень хорошо согревает этот продукт, омолаживает, укрепляет иммунитет, оздоравливает тонкий кишечник, потому что маслоги, кстати, с ним очень вкусно все, то есть если вы в обычную овощенную пару, или в обычную крупу, положите кусочек маслоги, сразу становится очень вкусно, и маслоги в отличие от сливочного масла холодного, не засоряет печень, и не влияет на организм, так как свежее сливочное масло, потому что оно уже очищено от холестерина, у него немножечко поменялась природа, после того, как его вытопили, оно полезно для суставов, есть такие данные в аюрведе, что маслоги помогает, это мигрени, лечит нервы, депрессии, потому что оно смазывает очень хорошо желудочно-кишечный тракт, кишечник, и влияет таким образом, что пища усваивается лучше, еще топленое масло, так же как мед, является проводником хорошим, в аюрведе очень много лекарств делается на топленом масле, и например, когда вы поджариваете немножко специй, или готовите на пару специи, добавляете специи, топленое масло, у вас эти специи уже становятся как лекарство, и хорошим проводником оно является, если в русской медицине в основном спирт используется как проводник, то в аюрведе, в индийской медицине в основном используется топленое масло как проводник, и также мед, то есть молочные продукты и мед, молоко еще считается хорошим проводником, Нерафинированные масла, то есть это мы говорим о том, где жиры брать во время поста. Нерафинированные масла хорошо используют во время детокса первого холодного отжима. И здесь, если вы новичок в этой теме, то я рекомендую взять всего 2-3 вида масла. Например, оливковое масло, кокосовое масло и масло какое-то, которое содержит омега-3. И кунжутное, кстати, масло можно, даже лучше не кокосовое, а кунжутное, потому что кокосовое на вкус не всем нравится. Оно, пожалуй, только в сладких кашах более-менее так хорошо звучит. Вот, можно взять оливковое, кокосовое, кунжутное и также хорошо взять какое-то масло, которое содержит омега-3. Конопляное, масло семян, чиа, льняное, либо кедровое масло и рыжиковое. В этих маслах есть омега-3. Но по вкусу, конечно, приятнее всего кедровое масло, но оно самое дорогое. А также масло семян, чиа, оно меньше имеет привкус рыбы, как льняное масло и дольше хранится. Потому что льняное масло нельзя долго хранить. И если льняное масло подпорчено уже, то есть оно долго хранилось, оно может даже давать головные боли, имейте в виду. Лучше всего брать лен, перемалывать, добавлять в пищу, замачивать, делать льняные каши, как в наших меню, чем брать льняное масло и надеяться на то, что у него хорошо сохранились свойства. Оно очень быстро окисляется на свету, на воздухе, поэтому хранить долго его нельзя. Как только вы его открыли, его моментально надо использовать. А большую бутылку, конечно, вы быстро не используете. Нерафинированные масла обязательно 1-2 столовые ложки в день вы должны использовать во время поста. Слишком поливать ими тоже салаты и продукты не надо. Но эти масла обязательно нужны для нашей гормональной системы, для нормального метаболизма. И обязательно себе их купите, чтобы они у вас присутствовали в питании. Даже если вы не видите в меню, что у вас в этот день много масла, вы все равно должны его использовать. И следить за тем, чтобы попадали к вам омега жиры обязательно. Омега ненасыщенные, полиненасыщенные кислоты. Если вы человек очень занятой, либо просто вы любознательный, хотите попробовать что-то новое, можно попробовать урбечи. Урбечи это такая паста из орехов или семян, и они есть практически из всего. Главное, что они были не из обжаренных орехов и без добавления соли и сахара. То есть такой урбечи обязательно... Фирму я вам не порекомендую, я беру разные фирмы. Здесь вот просто взяты какие-то с интернета картинки. Но на самом деле, смотрите просто состав. Настоящий урбечи делается с помощью холодного пресса, холодной перетирки семян. Поэтому он практически как натуральное нерафинированное масло, но в него добавлены еще орехи или семена. И вот если, например, вам некогда готовить лен или коноплю, как источники омега-3, если некогда что-то делать ореховое, ну вот самый вкусный урбечи это миндальный, грецкого ореха, тыквенный урбеч, арахисовый. Ну лучше арахис сильно на детоксе не использовать, потому что арахис немного раздражает кишечник. Тяжеловатый продукт, потому что арахис это вообще не орех, это бобовая считается. Вот, и им, если совсем некогда, вы можете вот такой урбеч брать и на хлебец, какую-то нам на лепешку намазывать, либо добавлять его в плов, добавлять его в кашу по чуть-чуть. Это тоже будет очень полезно, это тоже будет источник жира и плюс источник белка, да, особенно если это конопляный урбеч или из орехов какой-то урбеч. Потому что семена, орешки, они тоже содержат много белка. И сейчас давайте с вами посмотрим, что мы будем кушать на завтрак, обед, ужин и на перекусы, если вам нужны будут перекусы, потому что пища это быстро переваривается, быстрее, чем мясо, рыба, яйца. И вы можете обнаружить, что у вас питание стало дробным, потому что быстро испытываете чувство голода после этой лёгкой пищи. И здесь нам нужна вот такая вот диаграмма, да, то есть такая схема. Это время активности органов, чтобы нам понять, почему именно в это время завтрак, обед, ужин более благоприятны. По всей диаграмме я рассказывать подробно не буду. Это диаграмма из тибетской медицины, которая очень созвучна с аэроведой. Но мы посмотрим именно то, что нам нужно для режима дня и для режима питания. Смотрите, берём с вами утро. Время с 5 до 7 утра. Вот в розовом круге написано время в сутках. С 5 до 7 утра включается меридиан толстого кишечника. В это время, это самое наилучшее время для того, чтобы у вас произошло опорожнение кишечника естественное. Если в это время вы встали и попили горячей или тёплой воды 1-2 стакана, занимались какими-то упражнениями, походили, ничего не кушали пока, то до 7 утра у вас произойдёт постепенно, привыкнет организм, и может быть не с первых разов, но у вас произойдёт опорожнение толстого кишечника. Вы сходите в туалет по-большому, и это самый лучший детокс вашего дня будет, когда вы очистили с утра толстый кишечник. Ну, кстати, вот клизмы лечебные тоже в это время делаются, но мы не сторонники клизм. Вы это поймёте, если будете питаться по нашим рецептам, что клизмы не нужны абсолютно, что организм начинает сам очень хорошо всё переваривать и освобождать иногда даже по 2 раза в день. И в это время хорошо очень встать, то есть если вы встаёте в 6 утра, ну, ближе к 7 утра, не обязательно там в 5, то у вас произойдёт этап опорожнения кишечника, и попили воду, да, то есть и вы не кушаете. Кушаем мы с 7 до 9 утра, потому что в это время включается меридиан желудка. И обычно в это время, если мы встали рано, мы уже очень голодные, и обычно в это время всё отлично переваривается. То есть если вы поедите в это время сладкую кашу, там, на миндальном молоке, крупы какие-то, фрукты, что-то приготовленное из фруктов, то у вас всё отлично переваривается, у вас в норме будет сахар крови, и вы получите такой заряд энергии на весь день, намного больше заряд, чем если вы проспите это время, да, и не будете кушать, там, до часов 10. Дальше нам интересен меридиан, который включается с 11 до 13, меридиан сердца. В это время, чтобы подпитать наше сердце, нашу сердечно-сосудистую систему, которая важнейшая система организма, нам нужно принять обед. Поэтому мы стараемся в Айурведе до 2 часов дня пообедать обязательно, не игнорируем, не забиваем это какими-то сладостями, сникерсом, или какими-то, не перебиваем, да, то есть это молочным каким-то коктейлем. А в это время очень важно для нашей сердечно-сосудистой системы, для всего организма, если вы примете хороший обед, в котором будут и белки, и жиры, и углеводы, и желательно ещё листовые овощи, зелень. И вот на этом именно основано то, что в обед у нас в меню обычно присутствует какая-то лепёшка, как зерновой продукт, либо плов, либо в супы добавлены крупы. Бобовые в это время лучше всего перевариваются, потому что это максимальное время, когда у нас метаболизм очень хороший. В это же время сладости можно, кстати, кушать, да, но не сочетать лучше с основным приемом пищи. И в это же время сырые овощи, сырые салаты тоже хорошо на самом деле подходят, в небольшом количестве, даже зимой. Вот. И в это же время вы можете кушать и орехи, и блюда, в которых соединены бобовые с крупами, супы всевозможные, да, то есть очень хорошо, полезно, более тяжёлые вегетарианские продукты включать именно в питание в это время, потому что всё хорошо переваривается. Вот. И дальше нам интересно время, когда мы... время, когда мы восстанавливаются наши три огня, три обогревателя, то есть это наши важнейшие органы, начиная с три меридиана, или три обогревателя, три огня, в тибетской медицине, это органы сверху вниз, то есть сердце, печень поджелудочная, почки, и вот в это время очищается кровь. Как говорят китайцы, печень наша чистит кровь в это время, то есть нужно ложиться спать в 22, говорят китайцы, потому что иначе не почистится, не придёт новая кровь. В этом что-то есть, да, то есть с 21 до 23 действительно очень важное время для наших гормонов, для чистой крови, и в это время желательно человеку не кушать уже, желательно в это время спать. Конечно, никто в 9 часов сейчас не ложится, но очень важно, что спланировать своё питание так, чтобы вы не наелись в 9 вечера. Во-первых, вы тогда рано не ляжете, но мы про режим дня ещё с вами попозже поговорим, а во-вторых, вы нарушите эту систему, когда у нас в это время именно идёт очищение крови, да, и действительно в это время, если вы ложитесь спать, у вас хорошо будет работать печень, а печень это наша фабрика для всего практически, и особенно для гормональной системы. И в это же время распределяются все вещества, которые вы съели за день, идёт чистка от всего лишнего, что вы скушали тоже за день, мы получаем много токсинов, на самом деле не только даже из пищи, но и из воздуха, да, то есть если вы часто водите машину, вы получаете даже тяжёлые металлы, да, то есть вы получаете с выходными газами многие вредные продукты, и наша печень, она всё это чистит вот именно в это время. Вот, ну и, конечно, если есть уже проблема у вас с желчным, с лишним весом, с печенью, то после 23.00 до часа, видите, это орган желчного пузыря, печени, в это время обязательно нужно спать. Есть такие моменты, в аюрведе очень много есть рекомендаций, как улучшить сон, но самое простое, как улучшить сон, это начать просто рано ложиться, рано вставать, и питаться растительными продуктами, как у нас будет на детоксе, когда человек не переедает тяжёлых продуктов животных, у него вечером, так же, как у растений, видимо, начинается такое состояние, когда хочется спать. Да, то есть это действительно первое, что меня поразило, когда 10 лет назад я перешла на питание по аюрведе, то, что засыпать стало легко вечером, да, и без кофе, без шоколада, без сахара, без мяса, вот этот процесс вечером спокойствия, успокоения, он наступал очень гармонично, и было прям приятно, ну, такое успокоение было. Сегодня же многие люди вечером не могут заснуть, напившись вечером чая, попив после обеда кофе, наевшись тяжёлой пищей вечером, да, мясной там, например, у них возбуждение идёт ума, да, и поэтому плюс телевизор, плюс гаджеты, интернет, инстаграм, что-то ещё, ну, фильм, да, какой-то боевик на ночь, всё, вам гарантировано, что вы можете пропустить это время желчного пузыря, не уснуть очень долго, либо сон будет недостаточно хорошим. Вот так это работает, да, и теперь давайте посмотрим, почему мы в определённое время кушаем то или иное. Здесь в этой схеме хочу акцент ваш сделать на то, что очень важно опорожнять кишечник до 7 утра, и постепенно на нашей программе, если вы встаёте пораньше, у вас это получается начинает, в некоторых прям с первого раза после питья воды. Очень важно кушать с 7 до 9 утра, нормальный завтрак, обед с 11 до 13, ну, край до 14, да, пока идёт, тянь сердце, и стараться не кушать, стараться уже приходить ко сну после 21-22.00. И очень строго после 23.00 уже спать, прямо, да, то есть уже хороший крепкий сон в это время рекомендуется. Дальше мы смотрим, у нас время суток и пищеварения. Смотрите, три больших цикла, согласно Аюрведе, очищение с 4 утра до 10 утра, как раз вот в это время мы едим лёгкую пищу, и мы стараемся поражнить кишечник. Переваливание с 10 до 20.00, всего, что съели. И с 20.00 усвоение пищи, то есть хорошая новость, что в Аюрведе после 6 можно кушать, но после 8 уже нежелательно. То есть в это время уже, после 20.00 идет распределение, наша большая фабрика, наш организм распределяет питательные вещества в клетке, происходит отдых уже организма, и если вы кушаете в это время, то получается, что вы мешаете этому процессу. А если вы не легли спать в 22.00, и прошлындроли, как говорится, до 23, до 24, конечно, вы захотите кушать. Поэтому так важно на детоксии ложиться спать рано. То есть выстроить полностью весь свой режим так, что хотя бы в 22.30 вы уже лежите в кровати по возможности. Очень сложно это сделать, если ваша семья привыкла поздно ложиться, дети, муж. Но это все реально, поверьте, и первый шаг к тому, чтобы заботиться о себе, это как раз режим меня выровняет таким образом. и еще одна диаграммка такая, вата-пита-капха, чтобы показать, какие элементы действуют в какое время суток. Здесь, чтобы не запутаться, она зеркальная, как бы, да, то есть она и ночь, и день показывает. Например, смотрите, с 6 до 10 утра действует капха, это земля и вода, это такая медленная, текучая, тяжелая душа, поэтому в это время, чтобы ее не утяжелять, капху, чтобы не засыпать на ходу, мы не едим колбасу и яйца, мы едим более легкие продукты, крупы, растительные молоки, можно салаты, овощи, да, какие-то особенно приготовленные, можно фрукты. И в это время, как бы, тогда капха не утяжеляется. А вот с 10 до 14.00 днем как раз идет время, когда активен очень огонь, и это время максимального, метаболизма, днем с 10 до 14.00 нужно кушать, и кушать самую тяжелую пищу, если вы хотите нарушить детокс, съесть кусок торта, лучше в это время съесть, или кусок мяса, да, а не на ночь. Перевариваться просто лучше, не так сильно, не почувствуете тяжести. А вот ночью, с 22.00 до 2.00 ночи, наоборот, в это время кушать не надо, потому что вот это пита, вот этот огонь, который днем работает на усвоение веществ, ночью он работает на детокс, то есть он очищает ваш организм, очищается кровь, улучшается работа печени, желчи прогоняются, и как раз вот в это время поэтому нежелательно кушать, уже точно, 100%. И время ваты, с 14 до 18.00, мы уже не едим тяжелую пищу в это время, ну и с 2.00 до 6.00 в это время у нас сон уже такой более поверхностный, мы часто просыпаемся, да, потому что вата уже не дает нам крепко очень сильно спать, вот. Но чем лучше, чем более вы спокойны, тем меньше токсинов у вас в теле, тем крепче вы в это время спите, на самом деле. Если вы очень плохо спите, значит у вас уже есть беспокойство, какой-то стресс, ну проблемы с нервной системой, и возможно это идет от токсинов, возможно от того, что образ жизни такой. Что и когда мы кушаем? Утром первый завтрак это теплая или тепло-горячая вода, либо комнатная температура, то есть как вам приятно, на самом деле, да, если вы мерзнете, то лучше теплый. И днем по мере жажды тоже, мы пьем от 6 до 8 стаканов, это как минимум, да, то есть на самом деле, и лучше пить как метод капельницы, да, то есть маленькими гладочками. Ну про воду еще попозже поговорим. На завтрак полезные каши, ну во время поста мы едим их на растительном молоке, на ореховом, на миндальном, либо на воде. И чтобы добавить сладкого вкуса с утра, корица, кардамон, либо изюм, орешки, семечки, мед, сиропы-заменители сахара, нерафинированные, сиропы-заменители натуральные, да, такие как топинамбур, кленовый сироп, мед можно, нерафинированное масло мы добавляем в каши в умеренном количестве, либо масло ги. И можно делать, например, крупы и зелень, крупы и приготовленные овощи, теплые салаты, плов с овощами, салат свежих и паровых овощей, замоченные с вечера сухофрукты, фрукты, вместо кофе травяной, имбирный чай, цикорий, авокадо с хлебцами. Хлебцы, если берете, то тоже смотрите, чтобы они были без дрожжей, и чтобы они максимально, как бы, были, ну, по составу, меньше всего, добавлено всяких вредных ешек, всяких непонятных, там, каких-то неприродных ингредиентов. Если нет аппетита, тогда лучше всего с утра покушать фрукты, приготовленные на пару, например, яблоко, груши на пару, либо свежие фрукты, один-два фрукта, либо фруктовый салат. Не рекомендуется фреши с самого утра на голодный желудок, всевозможные соки, там, да, потому что там нет клетчатки. Когда вы кушаете фрукт и кушаете его медленно, сахар крови повышается медленно у вас тоже, да, скачков не будет глюкозы, и поэтому именно вот цельные фрукты, да, они лучше. Но самое классное фрукты использовать на первый перекус, когда уже у вас организм получил со мной питание с утра и какой-то фрукт, либо орешки, то есть не все вместе, а либо фрукт, либо орешки, либо фреш, либо салат в количестве там не более стакана, мы это можем на первый перекус уже съесть через 2-2,5 часа после каши, ну, в среднем там через 3 часа. Вот такой перекус полезен. Отдельно по перекусам тоже мы вам сборник рецептов дали, даже не рецептов, а рекомендации, то есть что полезно и какие перекусы полезны. На обед как раз обед здесь более тяжелый вегетарианский продукт и вот грибы тоже, кстати, хорошо кушать лучше на обед, а не на ужин, как многие делают, потому что грибы это достаточно тяжелая такая пища вегетарианская. Супы, крем-супы, бобовые, злаки, очень важно бобовые именно вот в это время кушать, а не в другое время. Не обязательно кушать их каждый день и начинайте со столовой ложки бобовых приготовленных. Если вы раньше не кушали бобовые, то тоже они будут немножечко вам давать, могут давать диарею вначале, могут начать чистить, в них много клетчатки, в них много тоже углеводов, да, наряду с белками, там много, достаточно углеводов, и их нужно правильно готовить, поэтому будем тоже в рассылке обучать вас этому. Злаки, то есть хорошо злаки кушать днем, всякие крупы, рисовая, пшеничная, гречневая можно в любое время суток, но вот рис, пшеница, ячневая крупа, перловка, хорошо эти крупы как раз овсянка, да, то есть кушать вот именно днем, утром и в обед, потому что они дают много очень энергии, если вечером вы кушаете, вы не успеете ее потратить, она может прийти в жир у вас, эти углеводы могут прийти, а вот днем, утром, в обед крупы очень хорошо кушать, также вы можете добавлять к пловам, крупам, к овощам, тофу, адыгейский сыр домашний, панель, если вы не паститесь строго, это молочный продукт, творог, если вы не паститесь строго, проростки очень хорошо в это время кушать, они очень много энергии дают, котлетки из бобовых, зерновых, которые у нас есть в наших меню, зелень, орехи, семечки, лепешки, безвредный хлеб, и обратите внимание, что салаты, да, тоже хорошо, очень именно свежие салаты есть в это время, ну, не все это до кучи, конечно, обязательно это все продумывать, так же, как в нашем меню, то есть там обычно присутствуют, ну, если есть бобовые, то уже тофу мы не добавляем, да, потому что и там, и там бобовые, если один вид бобовых мы добавляем, то второй уже не добавляем, как вот эти вот супы, из четырех видов бобовых, там, например, да, или каши из четырех злаков, это считается по аэровиде не очень полезно, не нужно так делать, на второй перекус мы уже не берем фрукты, потому что фрукты очень солнечный продукт, мы стараемся на второй перекус уже брать орешки, овощи, ореховое молоко, либо кисломолочное, либо выпечка безглютеновая, которая тоже есть у вас в рецептах, ну и кисломолочное, не забывайте, если у вас не строгий пост, если пост строгий в отношении молочного, тогда мы можем делать овсяный йогурт убрать, овсяное молоко, не молоко, да, вот это, либо ореховое молоко, и тоже, ну, потреблять это как хороший, сытный продукт на перекус, на второй, и на ужин мы стараемся до 8 часов ужин, чтобы состоялся, но идеальное время с 17 до 19 мы кушаем салаты и супы из овощей, гречку, гречневая лапша, можно особо, пшено, кино, то есть легкие крупы, не глютеновые, ореховый соус, сыр панира, тугейский сыр, если вы не строго паститесь, растительное молоко, овощи, приготовленные на гриле, овощи, приготовленные на пару, так же как и супы, да, вот эти овощные, тёплые салаты, есть ещё макароны амарантовые, гречневые, всевозможные, как лапша гречневая, соба, которые не перегружены глютеном, мы их можно вечером, и после 20.00 желательно воду только пить, то есть уже не кушать, а если вы не легли до 22.00 и вдруг захотели кушать, то у нас есть рекомендации в нашем меню, да, что можно на поздний перекус, и давайте с вами посмотрим, как будет выглядеть это питание на примере нашего меню с рецептами, которые мы вам дали, например, вот сейчас мы смотрим меню второго дня, утром льняная каша, сразу обеспечит вас энергией, плюс сладкий вкус, да, то есть это фрукты, которые в неё добавлены, сухофрукты, вы можете добавить больше белка и жиров, если ещё кашку эту посыпать орешками, на перекус мы предлагаем всегда какой-то фрукт, если вам хочется сырых фруктов, вы кушайте фрукты, если не хочется, вы готовите какую-то сладость, десерт, либо готовите фрукты на пару, например, здесь предлагается второй вариант перекуса первого, а это фруктовое пюре, приготовленное на пару без сахара, вместо сахара изюм, корица, курага сладкая, и получается очень вкусно, сладко, прям такой крем-суфле, вы можете не кушать перекусы, если у вас порции достаточно большие утром, и вы хорошо выдерживаете перерыв до обеда, если же у вас до обеда долго, например, большой перерыв времени, то желательно перекусы брать с собой, вообще желательно перекусы в виде фруктов всегда иметь с собой, когда вы находитесь на посту, может резко упасть сахар крови, в связи с тем, что вы переходите на здоровое питание, падение сахара в крови бывает, сопровождается головокружением, потемнением в глазах, или просто слабостью, такой, знаете, что достаточно съесть какой-то сладкий фрукт, вот как пандарин, как сладкое яблоко, и вам сразу станет легче, это я уже точно знаю, потому что по отзывам участников предыдущих наших детоксов, и когда я сама отучалась от сахара, я наблюдала, да, такие явления, что может снижаться сахар крови, и особенно, если у вас проблемы есть уже с поджелудочной, то такое может происходить, гипогликемия называется, то есть низкий сахар крови, вот, поэтому перекус желательно планировать, желательно иметь, вегетарианская пища переваривается очень быстро, на обед предлагается супчик и лепешка, лепешка не обязательно, но если вы не готовите лепешки, мы не рекомендуем кушать дрожжевой хлеб, мы рекомендуем тогда купить какие-нибудь бездрожжевые хлебцы хорошего качества, лучше гречневые, рисовые, ржаные можно, и кушать прикуску с этими супчиками, вот, в суп обязательно кладите масло ги, то есть обязательно нужны жиры, это будет жир животного происхождения, и на масле ги любой вегетарианский суп очень вкусный, это овощной суп с лепешкой, и у нас идет на второе запеченная тыква, если тыквы нет, вы можете использовать кабачок, морковку, запекать, свеклу, это все очень вкусно, и тут же у нас идет каша из Маши, такое блюдо, кушать бобовые в виде вот такого тушения с овощами, очень вкусно получается, и вы можете добавить любую зелень, здесь сельдерей, можно любые овощи, зеленый, листовой салат, и просто щепотка зелени, если у вас есть возможность покупать свежую зелень, или свежий лист салата, в обед обязательно, ну вот, хорошая такая щепотка вот этой зелени, у нас добавляется обычно всегда, стремитесь это делать, по крайней мере, если у вас нет доступа к хорошей зелени, просто используйте сушеную зелень, в блюдах на пару, это большой плюс, что здесь можно даже шпинат сушеный использовать на пару, коренья использовать, специи использовать, сушеные продукты, но они содержат много праны, тонкой жизненной энергии, и дальше перекус, если он вам нужен, 2 столовые ложки орешков, орешки кушаем всегда не более 2 столовых ложек, и всегда стараемся их размачивать, активировать, активированные орехи, это как раз размоченные, в течение хотя бы 6 часов, можно просто их замачивать на ночь, вот здесь вот здесь вы видите миндаль активированный, который подсушен и вот шкурки у него сняты, про это про ореховое молоко, про чистку миндаля, про замачивание, это все будет во втором уроке, и на ужин мы предлагаем крем-суп из печеных перцев и салат из киноа и овощей, легкий очень ужин достаточно, но питательный очень, и киноа богата белком, в то же самое время мы не используем здесь бобовые и пища не тяжелая. Меню пятого дня, здесь на завтрак вместо каши предлагается овсяно-блин, все равно что порция овсянки, но в виде блина очень приятно на детоксе и на посту это кушать, потому что не хватает выпечки, не хватает каких-то привычных сладостей печеных, ну и вот пожалуйста овсяно-блин отлично удовлетворяет эту потребность, причем можно его делать как сладким с яблоком, с изюмом, с корицей, так и не сладким с зеленью, с кабачком, с сыром, если вы не строго поститесь с творогом, можно делать с сладким, можно делать с бананом, с кардамоном, очень вкусное сочетание тертое яблоко, корица, изюм и банан, кардамон отдельно, да, на перекус хурма, хорошая хурма, зимой обычно идет, она хорошо сохраняется, свои питательные свойства сохраняет, много железа в ней, очень полезный фрукт достаточно, либо, если есть время, вы готовите халву из тыквы или из морковки, десерт, да, мы его называем, то есть, когда мы тушим тыкву или тушим морковь, добавляем изюм, банан, получается такой сладкий десерт, фруктовая, овощная и очень такой необычный вкус, но при этом удовлетворяет потребность сладком хорошо. На обед здесь предлагается крем-суп свекольный, все вот эти крем-супы готовятся очень-очень быстро, если у вас есть блендер, мини-блендер или измельчитель MagicBurret, достаточно быстро можно сделать, просто положить все на пар и потом быстренько протереть это все в блендере. И также предлагается второе нут с овощами и гречка или пешка, если вам нужно. Опять же, обратите внимание, вы можете наесть просто супом и лепешкой, или суп и две лепешки, у вас будут и овощи и зерно в обед. Если же вы кушаете нут с овощами, гречку и исключаете суп, например, вы не успеваете его готовить, не забывайте, что мы расскажем про бобовый нут, надо будет обязательно вымачивать заранее, уже скоро будет у вас про замачивание в рассылке. И вы можете просто поесть нут с овощами, гречку и лепешку, да, и все, без супа. Либо нут с овощами и гречку, просто побольше порция, и таким образом вы можете сэкономить по времени, но получить хороший полноценный обед. Сюда бы я еще добавила какой-то салат, лист салата, зелень, если есть возможность. И на перекус мы предлагаем орехи, да, то есть те, которые вы любите, орешки лучше чередовать, то грецкие, то миндальные, то фундук, то кешью, если вы можете там макадамию, пекан себе иногда купить, вместо конфет, шоколад лучше купить у себя этих орешков. и на ужин мы предлагаем морковные котлеты, и к ним можно приготовить овощи на пару или овощи гриль, такой овощной ужин. И меню десятого дня, здесь у нас каша вареная, то есть приготовленная на пару, или можно сварить просто пшеная каша с тыквой, с курагой, можно сухофрукты, орешки добавлять, ну только наблюдайте, чтобы не было брожения, если например на финики, на изюм у вас идет брожение, на курагу, то тогда мы исключаем. Обычно на какой-то один из сухофруктов может быть реакция, у некоторых на черносливку, у некоторых на финики, вздутие. Если нет такой реакции, то смело можете употреблять вот эти каши безмолочные с фруктами и со специями. На перекус мы предлагаем грушу или банан, запеченный в тесте. Но здесь вот тесто слоеное, стандартное берется. Если вы можете, вы можете приготовить самостоятельно тесто темное на трубях. Мы рецепт такой не дали, мы просто дали слоеное. Если вы строго прямо хотите исключить на время детокса глютен, белую муку, то тогда либо самим нужно приготовить тесто, либо тогда этот десерт исключить. На обед идет уха из чечевицы с водорослями нори. Это листы, из которых делают роллы, суши. Очень интересный супчик такой, это один из шедевров нашей школы, которому научил меня Тахир Хайеров, мой учитель по аюрведе, по аюрведической кулинарии. И она прекрасно дополняет, заменяет рыбное блюдо во время поста. И к нему можно, к этому супу, подать начо с кукурузной, такие, чипсы, можно сказать, лепешечки, и свекла, запеченная с руколой и песта, как салатик такой. На перекус предлагаем авокадо с заправкой из моркови, интересная такая закусочка, как салат. И на ужин лобио из стручковой фасоли, перца и орешков. И можно к этому лобио подать либо гречку, либо кино рассыпчатую. И в конце нашего этого урока я немножко хочу сделать обзор, что еще мы будем изучать следующие уроки. И кое-что я вам сейчас поясню из этого списка. Первый вопрос. Когда у нас соединяется аюровидическое здоровое питание и пост, то некоторые моменты, некоторые пункты обязательно нужно принимать во внимании. И не просто кушать то, что вкусно, не просто кушать то, что является постным, но не забывать о том, что о заповеди не навреди. То есть все равно важно понимать, что потребности в витаминах, минералах, микро-макроэлементов у нас достаточно высокие, а пища содержит сегодня достаточно мало всего этого. Первый вопрос, где брать белки, жиры, микро-макроэлементы? Как я уже обещала, во втором уроке я расскажу непосредственно про витамин D3, про кальций, про йод, про железо и витамин B12. Обычно это самые такие важные витамины во время поста и вообще в процессе вегетарианства. Такие вопросы могут возникнуть. Про белки я уже рассказала. И, кстати, я забыла сказать, что если вы все-таки считаете, что матрица ваша белковая неполноценная, то есть, что вы какой-то аминокислоты не доедаете, вы спокойно можете добавить какой-нибудь протеиновый коктейль спортивный или какой-то известный сетевой компанией, который содержит все аминокислоты важнейшие и добавить просто его в питание на соевом, на миндальном или на овсяном молоке, то есть, на постном молоке. Жиры мы тоже с вами уже поговорили, то есть, мы предлагаем во время поставить масло гитопленное масло и обязательно использовать как минимум три разных вида, разных по составу омега нерафинированных масел, например, кедровое или льняное, оливковое масло и кокосовое или кунжутное. Можно также рыжиковое, конопляное, но уже очень специфичный такой вкус, так же, как у льняного. Вот, и по остальным витаминам мы пробежимся, когда будем делать обзор всех-всех продуктов полезных во время детокса на втором уроке. Следующий пункт псевдоголодание и голодание, то есть, мы не рекомендуем делать прямо вот полный голод во время нашего детокса и единственное, что мы рекомендуем делать разгрузочные дни, особенно во время икадаши, это дни по ведической культуре, когда очень благоприятно попаститься прям строго, даже без бобовых и без зерен. И такие дни хорошо посмотреть, то есть, когда они по вашему городу проходят, обычно это 11-26 лунные сутки. И можно сделать псевдоголодание. Псевдоголодание это такая практика, когда на самом деле вы кушаете сколько хотите, наедаетесь, не голодаете, но вы кушаете только растительную пищу, легкую, и вы соблюдаете вот этот период, то, что вы, например, с 7 вечера до 7 утра не кушаете, то есть, хотя бы 12 часов голода вы выдерживаете. Либо с 20.00 до 8.00 утра только вода утром, да, и на ночь тоже можно чуть-чуть там перед сном попить воды, если прям сухо очень, но желательно прямо выдерживать этот голод без еды, а утром можно пить воду до вот этого момента завтрака. Вот это практика интервального голодания, которое даже вот 12 часов голодания, то есть, я не говорю про 14, про 16, это уже потребует какой-то навыка от вас и усилия, но вот эта практика 12-часового голодания, она потрясающая просто, и при этом вы весь день можете кушать, наедаться, вы не чувствуете себя обделенным, но вам нужно пораньше лечь спать, чтобы не захотеть снова кушать, и вы строго не кушаете после 20.00, происходит очень мощное очищение организма, поверьте, мы рекомендуем это применять во время детоксов, во время великого поста, это очень хорошо для отдыха, пищеварения, для того, чтобы скрытые резервы организма включили самоисцеление, самоочищение. Насколько целесообразно соблюдать строгий пост? Вообще, строгий пост, как вы понимаете, он исключает полностью молочные продукты, хотя во время православного поста есть дни, когда разрешаются рыба и вино, здесь решать только вам, насколько вы сами готовы это делать, насколько для вас пост является не только способом, методом очищения организма, приведения себя в гармонию, но, возможно, для вас это очень важное какое-то соблюдение религиозной традиции. Но, как я уже сказала, поскольку эти все предписания пришли к нам со Средиземноморья, оттуда, да, то есть, а там в это время уже очень хорошо, то есть, тепло и очень много чего растет, а у нас немножечко другая ситуация, то я все-таки рекомендую в условиях нашей суровой зимы не слишком строго соблюдать этот строгий пост, строго можно отнестись к алкоголю, к мясу, кофе, сыры, например, убрать, молочные, которые закисляют, и вы получите уже колоссальный эффект, и мы, конечно же, в отличие от тех, кто не обращает внимания на белый сахар, белую муку, постятся, просто убирают яйца, мы еще, конечно же, исключаем из сахара белую муку, тем самым мы позволяем нашему организму намного лучше усваивать из пищи витамины, минералы, потому что что сахар, что кофе, что белая мука, все это дает воспаление в кишечнике, и, конечно же, там, где усваиваются все эти полезные вещества, усвоение их сильно снижается обычно, вот, поэтому у нас достаточно строго получается по другим продуктам, да, вот, вы же сами смотрите обязательно ту грань, именно, да, то есть, насколько, как бы, вы это строго будете соблюдать, по графику, который предписывается церковью, мы, конечно, не соблюдаем, то есть, это очень такое прямо вот, ну, духовная такая прям практика, на мой взгляд, когда практически ты голодаешь, практически во всех смыслах, вот, я считаю, что если такое проводить, то нужно прямо вот человеку снижать очень активность внешнюю, прямо находиться чуть ли не в условиях монастыря, вот, ну, я мало кого знаю, кто такое, конечно, соблюдает, и двигаемся дальше, витамин D, йод, кальций, омега, кислоты, поподробнее расскажу в следующем уроке, если говорить кратко, витамин D, из того, что остается во время поста без молочных продуктов, потому что в молоке есть витамин D, в молочных продуктах остается у нас только грибы, и практически все, то есть, в микро-микро каких-то дозах витамин D есть, но не в той форме, да, то есть, в виде D2, в петрушке, в зелени, свежей, там, где-то еще, но основные источники витамина D, это все-таки это рыба, это особенно лосось, вся, что именно морская, и та, что в природных условиях, это морепродукты, это желток, яйца, но желток, кстати, мало очень, в основном это рыба, лосось, сардины, печень, трески, поэтому, если есть нехватка витамина D уже, то, конечно, нужно принимать его дополнительно, я порекомендую вегетарианские виды витамина D и не вегетарианские, которые существуют, и дам вам список, ну, если вдруг вам нужно будет это заказать, я порекомендую, где, на каких сайтах заказать, йод, в принципе, с ним большой проблемы нет, если вы кушаете клюкву, клюква, особенно хорошая, природная, вот эта вот, замороженная, содержит хорошее количество йода, и, конечно, морская капуста, морская капуста, водоросли, даже иногда консервированную можно, всевозможные эти блюда, где добавляются водоросли, нори, да, то есть у нас есть уха такая, и сушеная морская капуста, чипсы из морской капусты, сейчас такие продаются, все это можно добавлять йод, с кальцием вообще проблем нет, по кальцию у нас будет целый список, то есть где содержится кальций, вегетарианских продуктов, здесь абсолютно нет проблем, просто важно понимать, что без витамина D кальций плохо усваивается, то есть для крепких костей, сейчас и в старости нам нужно, чтобы всегда поддерживалась хорошая витамина D, летом с этим проблем особо нет, мы получаем его из солнца через кожу, а вот зимой, во время поста у нас может очень сильно снижаться количество витамина D, пик вот этой нехватки, его обычно приходится как раз январь, февраль, март, и поэтому очень важно следить за витамином D, и я расскажу в следующем уроке, какие признаки, что у вас его не хватает, и, ну, конечно, всегда можно сдать тоже анализы на витамин D, и омега-кислоты, это жиры полезные, про которые мы уже с вами поговорили, здесь проблем не будет, если вы употребляете нерафинированные масла, орехи, семя льна, или семя чия, конопляный урбечь, то есть то, что содержит хорошие омега-3, омега-6, омега-9. Нужно ли принимать бады, витаминные добавки, об этом мы тоже поговорим во втором уроке, очень кратко, потому что все-таки у нас больше детокус касается питания, не нутрициологии, но кое-какие витаминные бады-добавки по самым критичным таким позициям я могу посоветовать. Еще, кстати, железо, очень важно посмотреть уровень железа, эфиритина, ну вот я дам обязательно список анализов, там около шести анализов важнейших, которые ну хорошо бы сдать, когда вы меняете питание или приходите на вегетарианство. и вообще в принципе вы знаете на сегодняшний день поскольку я консультирую людей, я могу сказать вам, что есть люди, которые не вегетарианцы и никогда ими не были и у них колоссальная нехватка всех этих витаминов, особенно витамина D, особенно железа и особенно у женщин, потому что в принципе мы теряем много железа с кровью и здесь важно именно в каком состоянии вы подходите к смене типа питания, потому что у некоторых эта нехватка она уже хроническая то есть годами как регулировать сахар крови очень легко вы исключаете высокоуглеводные продукты с высоким гликемическим индексом среди фруктов есть такие у нас будет в рассылке про гликемический индекс и вы стараетесь очень сладкие продукты такие как мед, хурма, бананы на голодный желудок с утра не кушать и очень сладкие продукты вы кушаете только в первой половине дня то есть не едите вечером на ночь иначе к утру у вас будет повышаться сахар крови вот то есть обязательно следим за гликемическим индексом если уже есть проблемы с сахаром крови можно ли есть картошку и пшеницу да но пшеницу есть не в виде белой муки а можно есть иногда кашу из пшеничной крупы дробленой потому что она с клетчаткой можно пророщенную пшеницу делать или пешки из пророщенной пшеницы картошка в аюрведе в принципе неплохо усваивается если вы кушаете ее со специями которые мы рекомендуем почти во всех наших блюдах на пару хорошо если с картошкой вы кушаете кориандр черный перец имбирь это основные специи которые хорошо снижают ее крахмалистые свойства хорошо если вы ее не жарите не сочетайте ее с большим количеством бобовых немножко в суп картошки можно тем более что там специи и желательно конечно картошку в первой половине дня есть то есть прям на ночь наедаться картошкой тем более жареной это будет не очень полезно не детокс блюдо а чуть-чуть добавить в овощи на пару картошки вы можете дело в том что у нас русских людей есть такое понятие сатми когда ваши бабушки и дедушки мама папа картошку ели у вас тоже ее переваривание неплохое идет с картошкой стоит как сказать отнестись к ней ограничить ее то есть отнестись к ней серьезно если у вас есть проблемы с суставами то есть хрусты боли в суставах если есть проблемы с кишечником газом метеоризм очень часто это будет означать что картошка может добавлять вам брожение как и другие крахмалистые продукты и если есть запоры или наоборот диареи то тоже стоит картошечку может быть на время убрать то есть совершенно минимально в супы только ее использовать обратить внимание на другие блюда где нет картошки таких у нас очень много можно ли кушать заморозки и консервы в очень ограниченных количествах желательно избегать если вы хотите хороший получить детокс эффект дефект очищения но заморозки как я уже говорила ягоды хорошо оставить особенно клюкву богатую йодом особенно те ягоды из которых вы будете десерты морсы готовить и также из консервов возможно вы захотите кукурузу горошек добавить салат это не очень полезный продукт даже в виде растительной кукурузы горошек даже в небольших количествах просто они уже практически мертвые продукты если безвыходная ситуация хочется белковой пищи конечно кушайте будем считать что это как исключение а рыбные консервы какие-то маринованные помидоры огурцы кабачковый икра можно кстати сделать самим вот это все лучше исключить во время детокса потому что это продукты которые тяжело перевариваются и нам они не помогут наладить кислотно-щелочной баланс в сторону более щелочного вот поэтому практически кстати все консервы они еще и там сахар содержит кроме уксуса уксус по аверведе мы не рекомендуем мы заменяем стараемся в салатах уксус заменять на лимонный сок вот и консервированные с уксусом продукты аверведа тоже категорически не рекомендуют вот ну и в процессе детокса мы будем изучать про кофе чай какао белый сахар белую муку почему эти продукты так важно исключительно детоксификации не только мяса да во время поста потому что у каждого из них есть свой список послужной чего они нехорошего делают но главное что они будут когда вы их кушаете вы будете лишать себя они будут забирать выводить из вашего организма важные микро макроэлементы и у вас будет за счет этого чувство постоянного голода будет чувство того что вам чего-то не хватает слабость поэтому очень очень важно держаться и изучать чем можно заменить эти продукты мы всю эту информацию даем и еще дадим и в наших рецептах конечно же эти продукты все отсутствуют ну и напоследок я хочу дать первые домашние задания для вас запишите пожалуйста заведите тетрадку и запишите ваши цели на детокс они могут быть например это может быть одна большая цель или три важных целей каких-то они могут быть на разных планах то есть это может быть касаться физики то есть вы хотите улучшить состояние кожи постройнить улучшить работу желудочно-кишечного тракта избавиться от прыщиков бородавок да все это реально если вы меняете питание у вас будет меняться состояние кожи если вы хотите избавиться от каких-то зависимостей вы чувствуете что вы прям сидите на кофеине на сладком вы чувствуете что плохо чувствуете себя чувствуете что плохо чувствуете это автология но так и есть то есть если вы замечаете что вы плохо чувствуете себя от этого всего и вы хотите избавиться от этих зависимостей это уже такая работа над собой достаточно Если вы хотите во время детокса улучшить состояние вашей энергии, повысить состояние энергии, чтобы доделать недоделанные дела какие-то, реализовать свои мечты, планы, это тоже достойная цель. И ради нее стоит, наверное, заняться собой и изучить новое питание, новые продукты, новые блюда. И также, возможно, психоэмоциональное состояние у вас такое, что вы часто обижаетесь, злитесь, плачете, раздражаетесь. И переход на более сатвичную пищу может вам помочь улучшить свое психоэмоциональное состояние. Это тоже достойная цель, потому что если мы не в балансе с собой, не в миру с собой, у нас страдают отношения. А когда страдают отношения, человек никогда не бывает счастлив, потому что мы люди такие, что мы живем в социуме, нам важна связь с нашими близкими, с нашими коллегами, друзьями, с нашими старшими родственниками. И если еще вы женщина, то, конечно, для вас очень важны отношения. Это сфера, да, и хорошее отношение с близкими, с детьми, с супругами и с родственниками. И также я рекомендую завести дневник питания. Мы вам вышли в моих ближайших рассылках в электронной почте. Это дневничок, где вы можете записывать не только физическую, но и психоэмоциональную реакцию после какой-то пищи и отслеживать, соблюдаете ли вы перерывы в питании и соблюдаете ли вы время усвоения продуктов. Этот дневник понадобится, если вы захотите пройти индивидуальный коучинг. И про это мы отдельно расскажем. Закупите обязательно необходимые продукты. Не обязательно закупать прям все вообще, что есть у нас в меню. Но вы можете, например, один-два вида бобовых купить, один-два вида орешков, один-два вида масла нерафинированного. И также купить, например, специи, которые у нас используются там. И также завести себе крупы, да, все, которые хорошие, цельные. Ну, как минимум, там, гречка, как минимум рис. Поискать безглютеновые макароны, например, лапша-соба, амбарантовые макароны. На случай, там, когда неожиданно нужно будет овощи, фрукты хорошие закупить. То есть то, что у вас было, из чего готовить. Замороженные ягоды. Вот, изучите, пожалуйста, меню и рецепты. И не обязательно следовать по дням, да, то есть можно любой день брать. И можно также компоновать, как хотите, да, то есть обед этого дня взять, завтрак другого дня. То есть, ну, никакой проблемы в этом нет. Здесь достаточно такое вот меню заменяемое. И также, ну, главное, запомните, что бобовые мы кушаем только в обеденное время. И запланируйте, что вы будете готовить на ближайшие хотя бы три дня. Потому что, если вы не будете это планировать, то тогда вам придется кушать то, что под рукой. Вы будете срываться с программы, и у вас будет копиться недовлетворенность, недовольство собой. Поэтому здесь очень важно прямо вот продумать каждый прием пищи, который будет у вас хотя бы на завтра, а лучше дня на три. И обязательно исходите из своей занятости. Если вы очень много работаете, у вас совсем мало времени, выбирайте самые простые рецепты, либо упрощайте их. Да, то есть готовьте не котлеты морковные, а просто потушите морковь. Или приготовьте ее на пару с каким-то соусом. Сделайте соус, можно сделать заранее. Заранее можно сделать сладости, они хорошо хранятся в холодильнике со специями. Заранее можно сделать лепешки, хранить их в контейнере или в полотенце. Заранее можно сделать, вымочить орешки, вымочить сухофрукты, подготовить, купить фрукты. То есть многие вещи вы можете сделать заранее, если вы продумаете хорошо логистику. А бобовые желательно вымачивать для супов на следующий день, который вы утром, например, свалите суп за 20 минут. Но бобовое должно быть уже вымочено у вас за ночь и утром хорошенечко промыто от вот этой пены, которая будет на нем, над бобовыми. И почему это так важно, мы поговорим с вами в рассылке и в уроке, где мы будем изучать замачивание продуктов. Это следующий уже урок. Ну что же, всем удачи и в добрый путь! Продолжение следует...